о здравствуйте здравствуйте добрый день добрый день добрый только я проснулся у нас 8 36 утра и все никак не получалось с вами связаться я живете но это массачусетс массачусетс штат массачусетс да очень приятно с вами пообщаться вот вот встретиться живую и даже поблагодарить вас за то что действительно и господа конечно за то что бог нашел себе такой сосуд а вот в это время вот и действительно то что бог вас использует так это видно но вот на самом деле россия нуждается в в таких служителях россия нуждалась всегда и для меня это была мечта то что несмотря на то что я покаялся писянической церкви и как бы по учению своему по своему восприятию можно можно больше сказать протестант но всегда когда мы с мамой общаемся разговариваем я всегда как бы немножко волнуюсь не знаю что так всегда как бы говоря православной церкви не знаю господь посадил где-то вот такую такое вот желание внутри чтобы мы когда рассуждаем а мама говорит что да это все кончено это все это православие там это папы это мафия и так далее и так далее говорю мама не суди господь поставил церковь бог спросит это его церковь и господь имеет план для православной церкви свой план для православной церкви и я и я так и однажды и такой свечи сказал не знаю насколько это может быть даже какое-то пророческое такое что бог не будет через протестантов касаться россии богу через православных касаться россии и только православные люди которые будут истинно возрождены и рождены свыше сделают ту работу которая ну любое понимаете любящий бога человек глядя на историю россии если так внимательно смотреть внимательно рассматривать он поймет что у бога какой-то особый план для меня есть несколько чудес которые для себя так определил первое это израиль который вернулся на свою землю после двух тысяч лет отсутствия и второе это россия история вообще россии что эта страна она до сих пор есть она прошла все вот эти войны все катастрофы которые должны были стереть с лица земли по всем канонам просто но несмотря на это она расширялась и она она как вот какой то вопрос вот зависший не знаю в пространстве для всего мира непонятное что-то но очень необходимое какое-то вот равновесие какой-то балла балансир вот я не знаю бог поставил и все и сдвинуть никто не может и и кто идет как написано на кого камень упадет того раздавит как это написано про что на кого он упадет того раздавит про а кто упадет на него тот разобьется вот разобьется я вот смотрю есть загадка есть тайна и и когда вот такие вещи но духовные люди понимают когда можно есть такие люди непонятные и как правило за этим всем стоит господь когда вот человек это невразумительно и и я конечно ожидаю что а бог вот именно что поднимает свои сосуды на разных уровнях это могут быть люди моя мечта вообще моя мечта это обидеть славу божью это видите славу как господь прославляться будет и как не будет очевидно слава когда чтобы не было славы человеку чтобы люди непосредственно видели славу божью улюблялись непосредственно в царство божье самого бога и как бы понимаете я верю в то что последнее время господь будет поднимать людей независимо от их от их как бы прошлого до от их где они родились православные или католики или протестанты или там еще но а будет явлено именно а будет эти люди будет будут видны разница будет видна не потому что они как говорят или как учат а потому что а у них у всех будет один почерк они ищут славы богу и они как то есть они готовы в любой момент как они не возлюбили души свои даже до смерти то есть это люди которые а которым нити они не играют уже нефть ни в какую церковь они только а передали себя действительно и и готовы быть теми сосудами и делать ту работу любую работу которую господь то есть люди которые уже осознали на себя что для них жизнь христос и готовы делать любую работу для которой господь подготовил на любом уровне где они стоят то есть и я верю я чувствую что так оно что это не как бы мы знаете как я пришел богу мне было 16 лет в девяносто шестом году и я долго ну как бы мне уже 36 лет но я понимаю что работа продолжается и что я осознал рамки в которые я попал что господь действительно призвал меня для себя и я не могу а быть частью какой-либо системы я говорю о том что частью скажем наши протестантской церкви и и быть вовлечен в нее потому что я чувствую как это выталкивает меня что-то не дает мне бы частью этого второе я не могу делать свое какое-то служение там вот сказать хорошо если значит меня выталкивает значит давай свое начало как у нас вы знаете все вы знаете все мне очень рада что вы очень но вы знаете реальность какая она есть потому что я понимаю что и это она абсолютно меня уводит это источник от благодати я превращаюсь какого-то действительно ну человека который уводит от бога уже который сам себе который старается для людей быть богом а я это чувствую и не хочу и потому что хочется чтобы люди имели в себе источник имели в себе христа и и и самому хочется и когда ты начинаешь уже учить людей теряется этот баланс своих отношений с богом как бы своей искренности и ты уже начинаешь больше думать о том как научить как повести как как их заинтересовать как их развлечь чем им привлечь потому что ты уже играешь в эту игру ну я не знаю мне нравится то что вы делаете потому что вы как бы настоящий но опять же я не знаю все равно мы люди мы остаемся людьми и мне кажется этот момент когда мы уже начинаем играть и больше думать не о славе божьей а думаем больше о том как а что у нас ну как это интересно ли людям все равно мне кажется искушение присутствует у каждого вот мне интересно как вот вчера вопрос у меня возник я хотел вам позвонить я так начал немножко про себя все в общем как бы не знаю вы вы разберетесь вот но вопрос такой вопрос вопрос такой а на каком этапе своей жизни вы начали формироваться как автономный такой вот служитель божий я же видно что вы подключены к источнику конкретно вы стоите на этом вас есть это и как вы начали где вы по осознали что вы у вас понимаете я вот смотрю на вас вы намного более скажем на как это сказать плодовитый или чем можно сказать многие наши вот эти вот действительно вы говорите что сектанты они а зашоренные это вот проблема с которой я борюсь да я покаялся процентской церкви но я боюсь быть частью системы какой-либо которая особенно делает тебя своим вот и вот это вот состояние когда я христов я не хочу быть я да я хожу на собрание мои дети ходят на собрание но я я боюсь вот вот этого момента когда ты уже настолько завязан что ты не обладаешь той свободы для того чтобы быть свободным и делать ту работу которую господь хочет делать а вот этот ну оставлять именно ну как бы быть частью от чтобы тебе сказали вот это вот это протестант или вот это вот мы делаем нет я не хочу чтобы это было как организации делать я хочу делать то что бог будет посылать и делать то есть и это 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 происходит реально господь показывает если мы вы рождены свыше мы начинаем видеть сами людей вокруг себя жизнь мы начинаем понимать что мы можем где-то помочь что-то дать благословить сказать помолиться и так далее это естественно потому что это не наше но я беру о том чтобы просто по ну не не стать рабами именно системы какой-то какой-то как бы структуры но вот это ладно я про вопрос вернусь что на каком этапе вы почувствовали что я не знаю ну не то что почувствовали но для себя поняли свою дорогу как бы свое это же трудно это же тяжело понять вообще то ну то что именно ваши и то что как вы должны вот границы вашего вот служения вашего влияния вашего именно работы которые господь предназначил вам исполнить где вы поняли что когда вы поняли что вы уже никого не боитесь что вы верите что вы сами стоите чтобы вот автономный как бы такой вот не знаю божий служитель который должен делать то что вам открыто вот когда в каком этапе в вашем развитии как это происходило и когда это произошло вы вы помните этот момент когда вы четко уже увидели что и как вы должны делать и что у вас нет уже страха или есть страх но вы его борете то есть вот этот вот ну именно ваше вот развитие интересно вы сказали о страхе божием премудрость соломона 1 7 говорится начало мудрости страх божий у нас отец и мать вдвоем не кончили пол класса но мать была очень верующая по-настоящему и она вложила страх божий она рассказала есть рай и ад ребенок то есть я это принял и я знал что мне быть в аду у меня совесть неподкупно подсказала я грешник а мне пять лет и я умру я буду в аду а рай рай это вот иконы те святые которые там будут и у меня был поиск всю жизнь я знал что я избранник божий с детства вот у меня начальник детского лагеря организатор лагеря 44 года у меня прошли тысячи детей у меня все время приглядываясь и ищу избранников божиих как это узнать какие признаки молитва главный признак молитва совесть лицемерия ужасом является для этого человека он такой как есть а ребенок он маленький он не боится сказать или боится он затаится может у меня всегда было желание скрыться и помолиться то есть я исчискал тайного единения с моим богом интимная связь мне пять лет отец инвалид войны без руки нас десятеро в семье и какая обстановка то я извиняюсь вы много говорите но вы очень много вещей ценных говорите ценных вещей я просто хотел бы заострить внимание тайная связь я сейчас я к этому иду вас владимир звать владимир владимир вот может быть сразу запомните мы все записываем и выставляем в интернет вы не против мы говорим о хорошем людям это будет полезным и теперь я выписываю когда уже начал считать а начать года за два народа школу уже газеты считал это бог дал и я все выписал до одной буковки где-то есть о боге я вырежу а потом склею но и в армии также искал а после этого поиск был уже рядом был и когда жила жил в латвии переехал после армии и поступил в училище мореходное в это время сошел на берег много бога господь знает какой крючок забросить я любил нищих вот это я никого больше не встречал кто так бы их любил у меня нечем жить я где-то учусь в техникуме побегу кому-то сделать напилить снег с крыши что-то и бабушка рядом и соседно соседнего дома выходит просит мне есть нечего но я все равно отломлю кусочек сбегаю туда вот этот человек и бог меня на этом поймал я самостоятельно изучал языки я никогда не знал в школе иностранного языка не было за шесть месяцев немецкий язык у немцев проповедовал занялся английским у меня не не шесть месяцев даже не ушло я беседовал с американцами бог меня на этом и поймал это вторая глава деяния апостолов когда мне дали евангелие и когда я покаялся бабушка шла не словеще решил ей помочь вот эта любовь к бабушкам а тут дорогой спросил а где верующие есть нет она сказала город венспас латвия зашел а там баптисты латыши а я уже по-латышски разговаривал через три месяца я уже с ними разговаривал а тут я не понимаю слова блаженные я не слыхал таких слов там а это новый словарь совершенно мне сказали за дверью тут русское собрание но они были баптисты соединенные с пятидесятниками в то время их объединили говорение на языках было и вот здесь мне впервые они дали евангелие к ним пришел пять минут это у меня было достаточно меня никто не уговаривал не доказывал душа моя вскрикнула это то что я искал и тут же мы вечером склонились 27 сентября в 17.00 1962 год мне 23 года было и вот здесь мгновенно во мне как вот сабли было вспыхнул этот огонь я склонился на колени и стал я ощутил как с меня что-то снялось как будто качнулся даже груз верю-верю как бы звук раздался я не слышал показалось вот когда рюкзак несет долго туристы снимаешь и тебя еще качает вот у меня такое было состояние я понял есть надежда за меня умер христос мне никто этого не говорил 23 года я искал бога молился но я знал я буду в аду моя совесть неподкупная говорила всем надлежит умереть и потом суд возьмите за грех смерть я не знал этих слов а теперь я увидел и когда стал молиться я по-своему а они по-своему когда они открыли они 2 главе я говорю сразу заговорить на ином языке я уже занимался испанским французским у меня любовь была к языкам и я не знал что это можно выучить или что апостол заговорили сразу а как могут заговорить даже несколько месяцев надо хотя бы но но дальше дальше я сейчас закончу вот когда это мне тут же в этот вечер господь открыл я понял я себе не принадлежу я должен быть тем кем меня бог создал чтобы ко мне под язык никто не залазил но так как я еще ничего нигде не знал я очень много учился страшно много я занялся кришнаитством занялся иудейством сектами все что можно было достать книги у меня пуды литературы в трех библиотеках записан был я опытным путем в течение одного месяца нашел где я должен быть скатерка на столе вот где избрание произошло она на клеточке разбита клетки но где истина господь говорит я во все дни до скончания века с вами во все дни до скончания века то есть сегодня вчера позавчера но с кем когда что в это время вот сегодня 21 тысяча разных названий никаких конфессий ничего это люди выдумали это слова конфессии какие-то есть церковь есть ересь вот только есть лево есть право есть огонь и вода я тебе предложил сбери жизнь господь говорит я подумал клетки но в какой то он обязательно должен быть сегодня но их много я решил тогда идти к первым векам на нахожу 1913 год всего только 130 я еще решил дальше наконец захожу пятый век всего только 7 я решил еще ниже спуститься наконец нахожу одна единая церковь если с этой единой он не присутствует его нигде нет это был обманщик она это я уже не пошел я решил найти толкование евангелия 1 2 3 4 века эта церковь была единая и стал сравнивать с тем что сегодня говорят я увидел то небо и земля и вот это было избрание все говорить в пророческом духе бог дал мне память я уже через три месяца стоял на кафедре библию уже господь мне открыл я прочитал и на корабле работаю невозможно времени выбрать я с первого дня только через борт перешагнул я сразу начал говорить живем неправильно за нас умер христос бог меня как бы пламенем огня объял и у меня не было совершенно того что некоторые говорят я был потом охладел потерял первую любовь и что совет я говорю у меня опыта нет это у меня не было я не могу ответить я знаю что это не должно быть у меня его не было у меня только разгорается и разгорается огонь новое и новое появляются вот во время советской власти я насчитал 50 книг это златоуз каждый том 900 страниц это все на моем сайте стоит кистина ну зарядите игнатий лапкин сайт 12 томов жития святых библия архипелагула кто и все тогда не было пища то нет и сейчас у меня 38 книг за 9 лет вышло 38 томов не в одном месте ни в одном слове я никогда не заглядывал в глаза нравится не нравится президент это патриарх папа для меня их просто нету я весь них божий я обязан сказать я сказал а у врагов у меня море друзей у меня много вот сегодняшнего дня мы начинаем о чем молиться вы знаете события в россии что долбят сейчас там этих террористов и у меня мысль появилась мысль появилась ходатайствовать перед путиным там перед патриархом чтобы мне разрешили поехать в игил к этим террористам и мы уже начали об этом молиться вот с миссией мы проехали я в барнауле жил до владивостока прошли до лиссабона прошли турцию страны европы скандинавию прибалтику и в каждом месте одарил везде свои книги я 9 десятин плащу всю жизнь то есть на пределе жить это ну считай норма потому что после все положили к ногам я это не считаю ни за подвиг ничего просто внутреннее атакой и такой я и показывать не боюсь взять слова я ответственность не мы хоть мы мы павел я поле потрудился более страдал более более впрочем не я но благодать божия со мною люди боятся почему потому что у них ничего нету город на вершине не может потому что да это надо доказывать мне открыл владимир открыл я понял себе я не принадлежу вот мы молимся у нас поклоны еще есть щетки давид говорит 118 салон 164 стих это эпиграф моей жизни 7 кратно в день буду прославлять тебя за суды правды твоей за суды в день я не меньше семи раз должно на молитве три святой и каждый раз 100 поклонов а если так как я сейчас уже имею время бывает и но раз 18 раз в день не считаю ночные молитвы самое главное это молитва молитва себе молитва ничего не значит она открывает двери к благодати божией все значит просто да да но просто знаете как я немножко вот сейчас есть момент когда ты уже больше рассчитываешь на дела своей праведности когда понимаете когда вот когда начинаешь хвалиться тем что и когда уже теряешь эту благодать и вы понимаете да чем говорю когда люди вот они обращают больше внимания на то сколько он раз помолился они на то что в сердце у него происходило в этот момент было ли это молитву понимаете да чем я говорю вы должны это понимать прекрасно в принципе потому что я на ваш вопрос мы не обманем божью благодать бог опрезирает вот на кого я презирю на смиренных и сокрушенных и трепещих при словом моим да и при духом моим и что это мечта божья написано вселюсь в них буду ходить в них и буду их богом они будут моим народом и уже никто не говорит будет знать что познай господа но все будут от мала до велика знать меня это мечта бога а это же это же это же тайна это же в сердце иногда это молитва может быть она бессловно невысказанной но ты приобрел и то что ты получил этой молитве ты будешь может можно сказать месяцами месяцами выражать проповедях песнях я не знаю потому что бог бог да то есть и вот эту благодать мы же не просто ну как бы вот я вот этого и боюсь то есть видите вы так уверенно и дерзовенно говорите а а я как бы но боюсь нажимать на какие-то вот правила потому что по ним начинаю чувствовать что а по мере того как я вхожу эти права а мертвеет мое мои отношения с богом и это все превращается в какую-то уже я не знаю ну игру мою что ли мертвое что-то все я скажу вы употребили слово мечта мечта бога это неправильно выбросить из слова слово мечта зарядите в поисковик вы увидите она всегда несет отрицательный оттенок называется мечтатель а у бога к богу мечта вообще не относится как сказать тогда а сказать нужно так желание желание бога видеть да но оно не выражает так это слово желание желание то что-то 7 минут на сейчас а мечта это что-то такое в большей перспективе я не знаю какое слово я вам говорю в библии в святой библии слово мечта всегда сто процентов несет отрицательный смысл и мы должны мыслить категориями священного писания чтобы не огорчить дух святой это то сказал дух святой и я сказал дай аминь все из моего слова миликсикона исчезло слово проблема это американизм эти к нам не относятся а то духовность это хрущев придумал нет духовности есть духовный человек а у них духовность какая ну вот более-менее театральный там поставили говорили крестик там поставили нет этого слова и когда мы пропитываемся священным писанием не добавить не убавить у нас тогда мысли идут совершенно так как сказал господь в этот ряд это не мое это бог дал и поэтому три вида молитвы первое это была просьба тут и католики тут и мусульмане тут и сектанты все рядом второе благодарение за все благодарите такова вас воля божия третье ангельское славословие и вот на эту ступень мы даже все время стремимся пройти как аллилуйя слава отцу и сына и святому духу но мы пополняем жизнь даем место богу до молитву откуда начинается от ума или от сердца откуда должна молитва начинать и не надо разделять бывает так что допустим от сердца сердце бывают глубокие воды написано и кто выщерпает оттуда соломон говорит сердце и воды у меня нет желания сегодня нет завтра не будет нет я обязан я хочу притча иисуса когда молился парисей и благодарил господи спасибо тебе что я не такой как этот мытарь и когда молился мытарь какая молитва больше вот мне нравится в мальчик молитвы вот этого мытаря он понимал нужду в боге он был искренним и господь на это реагирует господь любит вот вот эти вот тут же благодать идет на это понимаете когда мы начинаем входить в закон мы на мы мы теряем мы теряем христа мы просто мы начинаем как павел пишет и для он же был фарисеем но он отмел все эти правила как это на ученому павлу который который был наставлен во всех правилах который гнал церковь как это отвергнуть ему но ради христа и все почти за 40 говорит я никак не помышляю себе то есть он отмел это все он он в юродстве проповеди доносил и благодать спасала язычников юродстве проповеди и очень часто мы начинаем понимаете вместе со христом давать еще что то еще что то еще что то и человек теряет ориентир он не полу он думает что наверное это важно и потом это важно и это важно и но самое важное это ему встреча его вот это глубинной сути стир греху грешного осознания встречи с богом и тогда да когда он имеет ну в себе вот это рождение свыше встречу со христом он может уже как-то ну настраивать там пожалуйста там молись но опять же наблюдая за сердцем своим чтобы и не ты не стал гордиться что я так отбиваю я православный а вот эти сектанты а вот эти значит мормоны слушать но бог же иногда по-другому смотрит на сердце если он видит как мы возносимся как мы гордимся как мы ненавидим разве мы этим приближаемся к богу но он ненавидит нас потому что мы не знаем его мы далеки от него мы не знаем христа просто говорю поэтому об этом сидит и слова наши из и жизни нашей все а почему потому что в сердце нету его свободы нету благодати нету как ты можешь понимаете почему я и начал этот разговор что я боюсь быть рабом какой-то с тем потому что я вижу когда люди начинают играть они заменяют бога а в своими вот этими церковными правилами и главное начинается это как на тебя люди смотрят как ты красиво проповедовал как ты красиво отстоял как ты как как о тебе говорят а не то что происходит внутри поэтому я боюсь быть частью вот этой игры я где-то в стороне где-то там подальше 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 на задних лавках потому что мне так легче отследить что происходит во мне кто я и вообще кто я я за это я больше всего переживаю господи что во мне чтобы не оказаться обманщиком вы ездили в другую страну когда нибудь ну да я был в россии сейчас петербурге вы чем руководствуете духом или сердцем допустим а уже отсюда попасть в молдавию по порядку скажите ну я просто иду в гугл заказываю билеты полетел ну хорошо я был с акраменто сан-франциско в нью-йорке там по америке возили выступал видел где-то в первую очередь самый в первую очередь для нам нам дан разум умом я решаю ехать или не ехать я бы не поехал но мне вызов заплатили деньги из америки из канады приглашение за то что я узник освободился там это любили таких значит умом а духе теперь я уже дорога и везде я все время молюсь а сказать да как обо мне подумать ничего нет моя задача выехать а теперь всюду где я бываю я везде придерживаюсь правил того государства которое требуется да мне не надо никаких я свободно нет так не бывает владимир так не бывает это мы берем на себя какую-то духовность нет 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 а я так не сказал а я хожу в церковь а я причисляю себя в церкви которая и я и я и я и я и я нахожусь под властью пастыря который сегодня поставлен богом и я понимаю что эту работу понимаете я так поверил я не могу бы взять вот сейчас все выкинуть и сказать вот лапкин говорит значит истину я побежал кто я тогда после этого если я так поступаю понимаете как я же пришел господу искренне я не могу так так менять направление даже это даже если такой человек так поступает у меня веры нету в этого человека нету в этом человеку по счастям а потому что это много уйдет просто от чего нет вы начинаете вы сейчас немножко ушли в плоскость того что ага ты такой автономный вы меня приняли как автономным таким я не сказал так я стою в стороне немножко в стороне чтобы понимаете чтобы не начать играть какую-то веру понимаете мы можем играть и просто обманывать себя вот значит если я молюсь если я перекрестился если я значит значит так принял крещение значит так так значит тогда я истинный но разве это 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 разве это мерка по которой господь будет нас судить владимир 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 поставил по правую по левую правильно написано правую по левую владимир у вас вопрос какой то есть или что ну вот я вот мы с вами и коснулись это все что говорите я если да сектантом столько лет и миссионером работы наверное я знаю вы говорите это уже не для меня это я просто нет нет я не просто понять от вас услышать вот господь за что будет судить нас по правую по левую поставить по делам по делам накормил напоил посетил навестил так это не только от духовности а ты умом уже понимаешь умом надо пойти какая погода какой транспорт восхваляет духовность а 16 главой числа не считают прочитайте за что живьем в ад пошли за то что делились от общества господне я никому не принадлежу мы принадлежим вы даже не знаете вы в америке даете клятву перед флагом встаете вы все там завязаны на масонстве вам рта раскрывать там даже не надо это единственная страна которая буквально все везде подмяло я видел и не знал как скорее домой выехать теперь я послушайте пожалуйста вот мы говорим бог нас избрал из мира дружба с миром есть вражда против бога вы согласны согласно кто любит мир том нет любви очи у нас есть проповеди баптистов отделенных пятидесятник которые из америки присылают и они говорят те ревностные христиане которые были в россии приехали туда все развратились это на спортплощадках как они одеваются вам не надо говорить ну скажите простой маленький вот мы сейчас встретимся с вами вы ко мне пришли то поэтому вам спорить никак не надо не я к вам пришел а вы ко мне пришли помните это так вот смотрите разница каким бог сотворил человека и как мы видим его на изображениях и какие люди внешне это не имеет никакого значения почему давид избранник божий псалмопеве саре пророк видел это когда над слугами нас смеялись остригли бороду он не запустил в иерусалим а идите в город проклятие ирихон а мы идем небесный иерусалим да ничего не значит для нас образец во всей полноте христос он был с бородой зачем бреетесь зачем на женщину похоже стихии мира дружба с миром вражда против бога это по стихиям мира я беседую с баптистами при святера собрались меня пригласили баптистки я привез с собой журнал баптист это 1903 год большой больше журнала огонек открывай первую страницу полностью страница вся заполненная баптисты сидят молодежь все до одного с бородами до одного вот кружок ленина борьбы со освобождением рабочего класса семеро бабушкин владимир ульянов все старшему 30 лет все с бородами его илья николаевич и там старший инспектор а все с бородами фанатия фридрих энгельс карл марс даже ленин с бородкой зачем вы бреетесь вы никогда что это от духовности от духовной жизни по стихии жена это блудодейная ересь если вы человек духовный вы же поймете вы искажаете образ божий все изображения репина посмотрите ну посмотрите как люди выглядели то тогда даже макар адмирал с такой бородой сидит попов хорошо зачем вы можете сегодня бритву уничтожить и не пойдете на это да причем здесь бритву уничтожить есть дела которые действительно поважнее причем здесь бритва это то же самое как обрезаться мы не спасаемся обрезанием или не обрезанием вопрос закрытый я вам один раз сказал сейчас дальше пойдемте вопрос закрытый я знал что так ответят потому что не способны на это жена против как допустит это блудодейная ересь там нет конечно причем здесь это у нас выращиваются с бородой сейчас мода в голливуде вы знаете что сейчас с голливуда пошла мода все сходят с бородами все это голливудская мода сейчас по Америке не мода не мода не мода не мода у нас молодежь у нас много на молодежи сейчас это не поверить не поверить то подстричь то подбритая я видел это я в голливуде был меня специально водили туда да просто смотрите у нас посты я поясняю у нас посты четыре да вы плохо я слышал я слышал многократно просто это все вас вы не слышали это никогда не а где сердце я сейчас скажу у нас посты четыре поста а они не евангельского устроения не в евангелии я начальник детского лагеря основатель мне Петров пост прям поперек стоит дети приезжают у меня сливки все есть не могу дать но я православный сказано все без дураков мы исполняем заменяем что то где то теперь моя задача это делать с любовью я прошу у Бога Господи дай мне любви к этим постам понимаете я не могу умом я понимаю он мне не нужен он не евангельский и Бог открывает тогда я у меня взгляд меняется совершенно на это я вижу сколько мудрости здесь заложено он был для того пост чтобы благословить на благовесие у него назначение теперь другое они даже не знают люди и возложили руки на них когда Петра и Павла 12 июля казнили Петра и Павла в церкви и так любой вопрос сначала молитва и получить от Бога ответ и тогда вопрос снятый я вот на военном билете уже с бородой на военном билете в советское время а так а мне не надо да разве это главное вроде ты побрился на женщину похоже теперь ты духовный стал это самообман при том грубый самообман если слушайте внимательно смотрите Дину изнасиловали дочь Якова и написано она была обесчищена вы верите в это да в библии нет ни одного лишнего слова согласны конечно дух бога но когда над слугами смеялись они были очень обесчищены я это увидел почему другие не видят это хуже изнасилования а вы каждый день образ божий скребете и скребете с малого начни в малом вере над многим поставят я спросил братьев баптистов я скажите вот вы старые старцы сидят 70 лет скоблите себя а вот эти юноши баптисты третий год баптисты не православные все с бородами ну если бы все были с бородами тогда бы и мы были выходит что почему Фидель Кастр на это не смотрит а тут был очень хороший пресвитер Сидлецкий Карл Станиславович очень известный и он говорит нет братья он прав вы по стихии мира поступаете и утонули в этом и даже не знаете что мир разрешает вы все разрешаете все можно а копни поглубже то ничего и нету ты в малом себя ты то увидишь жизнь твоя копейки не стоит я для Бога отдал жизнь и с ним только буду теперь смотреть это незначительно незначительно зачем бы Давыд такие меры строгие принял а я иду в небесный Иерусалим а как бы не ошибиться а что это мне дает еще не дает я минуты не трачу она стоит на месте она закрывает меня я никогда не простываю понимаете сколько за этим а я выхожу когда а как тебя жена до себя то есть все связано с блудом протопопа вакуум блудодейная ересь я это понял и когда наши люди обращаются допустим из баптистов которые там такая борода у него я говорю когда начали отращивать он баптист был нападали да нападали то есть вы не просто а нападаете нападаете я говорю нападаете образ божий вам противен ну ты правильно поступаешь да тебя адвентисты в глаза не хотят видеть ты никто перед ними а поговори которые харизматы валяются прыгают там беснуются ты для них тоже никто я уж не говорю про католиков григориан армян чего ты надмиваешься там а для всех всем сделать не будучи чуждым это главное держи не будучи чуждым перед богом я вот бываю где мусульмане меня не отличат что я не мусульманин почему я не сменина не ем ни мяса нигде не нарушаю все как есть с ними зайду в мечеть молюсь но я молюсь по православному и они меня тут же окружают все я прямо в мечеть и свидетельствую им почему дух божий он побудил меня пойти там угроза мне говорили голову снимут мы вернулись три раза в чечне только были бог прошлом позапрошлом году мы когда ехали в турцию у нас большие были там затруднения мы двенадцать часов на верхотуре стояли молились тысячи людей видели как подходили как помогали это перед богом ну конечно опозорить можно любое но ты понимаешь где ты находишься что это за люди и когда я сказал у меня желание сейчас вот с сегодняшнего дня молимся об этом написать патриарху путина чтобы мне разрешили проехать к террористам так они убьют я еду на смерть а почему я на молитве получаю закал этот а там как бог посмотрит завтра уже буду готовить письмо патриарху к министру вооруженных сил Шойге и к путину запустят не запустят это дело но они будут знать что были попытки не бомбы сбрасывать только а прийти с более тяжелым орудием со словом божиим которое разбивает все преграды вот об этом помолимся у вас вопросы какие то есть да ну был вопрос я не знаю насколько сейчас актуально его задавать после того что меня отбомбардировали бородой но как бы ладно я не буду застерять надеюсь я думаю что да не надо это доказывать и всегда там как то не надо не стоит я понял вас и я принимаю вашу точку зрения и она никак просто действительно что знаете как вот общаясь с людьми на улицах и служа людям видя как люди обращаются к Богу плачут и каятся прямо там на улицах получая обличение Духа Святого в своих грехах в своей пустоте вот и я понял что в этот момент человек не смотрит на бороду человек видит себя грешного и и слезы текут и был момент однажды и просто что-то свидетельствовали людям и они стояли там где-то парни четыре стояло с пивом или с чем вот они как бы всегда у магазинов их можно видеть вот и молодые ребята но уже сидят на алкоголе и прочее вот и значит мы разговаривали и в один момент я вот ну сказал хватит себе врать хватит себе вман но это было сказано духом святым очень сильно прям в сердце и один из них не выдержал сразу начал плакать что ты со мной сделал что ты со мной сделал вот и настолько его поразило это потому что это не это слово было как бы даже человеческое но оно было сказано именно действительно от господа прямо в его душу прямо это и я вот понимаете думаю о таких моментах об этих людях которые вообще не знают бога вот которые погибают идут в ад думаешь про про то что господь готовит россию бог будет бог будет пробуждение в россии как оно будет происходить про это переживаешь и как бы господи но что господь поднимает сосуды себе а странных мест но эти мое желание видеть эти сосуды видеть этих призванных людей вы сказали вот в начале обронили я очень четко вот этим ваши слова они для меня останутся и я понял для себя все что мне надо это я понял вот я понял что вы я все понимаю и что действительно господь готовит себе и находит себе избранных которые через которые будут делать уникальную работу в стране вот я на этом стою и моя моя мечта это видеть славу божью на сценах я видел что первый канал будет снимать пробуждение в россии первый канал будет транслировать это это будет это будет на тех сценах где поп звезды сегодня прославляется бог будет прославляться великой славе и и господь еще не использовал русского человека придет момент когда господь очень сильно будет прославляться через русских миссионеров через русских евангелистов через русских людей я не знаю как это будет я не знаю вообще в каком виде это будет мне не интересно с бородой это не с бородой я выращу бороду если я увижу это я готов бороду если я увижу слава боже я и бороду выражу Я и побегу туда, понимаете? Я хочу видеть, что Господь пошел. Остановитесь. Вы открыли Еремею, книгу, первую главу. Слова Хелкина и священников. Да, я... У меня немножко времени нет. И было как без слова Господня, четвертый стих. Давайте, давайте. Еремея. Четвертый стих, читайте. Первая глава. Дальше. Да, да, да. И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. Прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. Вы спросили. Так, подождите. Вы спешите. Чтобы вы могли каждое слово, которое Бог говорит, расслышать. Потихоньку, помедленнее. Прежде. Вот спросите его, а когда ты познал? Он прежде, в утробе матери. Да никто не поверит в это. Прежде. И дальше, а я сказал. Шестой стих. Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. И потом? Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. И дальше? Не бойся. Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. Дальше. И простер Господь руку свою, коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Заметьте, слова мои в уста твои. Я вам сказал о мечте, вы снова слово это выбросили. Отредактировать, уберите его. Потом зарядить, убить слово, мечта, отвергнутая Богом. Он, Господь, презирает это слово и наказывает мечтателей. И теперь 10 главный стих. Смотри, я поставил тебя все день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Вот у меня вопрос такой. Вы эти слова наизусть знали или нет? Знал, может быть. Я сейчас, да, я не знал. Коротко, да или нет? А то мы не договоримся. Нет, нет, нет. Так, как вы считаете, к вам это относится или нет? В какой-то части, да. Но я не думаю, что вот прям специально... Так, все, подожди. Все, да или нет? Иначе мы не дойдем. Я поставил... Конечно, да. Конечно, да. Если слово больше, конечно... В этот день над народами и царствами. А он живет и никаких народов не знает. Еще ребенок. Для чего? Чтобы по пальцам загибаем. Искоренять. Да. Дальше разорять. Загрять. Убить. И разрушать. И только потом, когда все сметено будет, созидать и насаждать. И вот когда наступила перестройка, ну и были в одном месте, надо было написать репортаж, и советская бывшая корреспондентка написала, а та увидела, американка, когда напечатала, говорит, а почему вы про это не напечатали? Вам говорят, что цензура не разрешает? Она говорит, у нас цензуры нет. А американка и говорит, вы даже не знаете, что внутри вас цензура. Вы заранее знаете, что не пропустят и уже вырезаете. Вот это свойственно большинству людей верующих. И вот это вы стоите на кафедре. Вот я беседую, хожу домой, один баптист, все принял. Толкование, откровение. Никакого тысячелетия царства в будущем не будет. Это доказать в течение пяти минут можно. Ты понял? Понял. Я говорю, а почему ты с кафедрой не говоришь? Я тебе захожу, ты ни разу не говоришь. Да они все равно ничего не поймут. Как так? Твои братья... Ты ни разу не сказал. Как ты можешь за них говорить? Ну, ты скажи им один раз, что это ложь. Вы не можете даже икон от идолов отличить. Ну, скажи им. Да нет. То есть ты боишься, что тебя с кафедры выдует оттуда? И вот когда это делает Господь? Когда этот человек принял? Вы говорите, когда у меня поворот был, когда я понял, что я не должен смотреть, сообразоваться ни с патриархом, ни с кем. Библия говорит об этом. Вот я веду занятие в университете, я взял доску, так разграничил, а люди там, и кагабисты сидят, свободный доступ. Я говорю, вот одно преступление, а другое наказание. А тут юристы сидят. Вот я не буду говорить преступление, буду наказание писать. Сто рублей штрафа за что? Ну там заматерился где-то, или что-то там. Вот сутки дали, начиная с малого. Ну это где-то помочился, там в общественном месте, или так дальше. Пять лет, ну это серьезное дело, своровал там что-то, это ясно. Пятнадцать лет, о, это очень строго. Я говорю, расстрел, тогда расстрел был. Ну это изнасилование малолетних, или убийство, слово террор, этого не знали. Вот. Согласны, все согласны. То есть я пишу наказание, наказание, а они преступления должны сказать, студенты. Я говорю, живьем в ад. Такой статьи нету. Есть. Один раз за всю историю мировую было. Шестнадцатая глава книга чисел. И земля развязывается поглотила. А за что? Вот вопрос теперь за что? За то, что отделились от общества. А кто такие? Это отделение церкви. Касается всех, которые не ходят в историческую церковь. Мы с вами встретились, я вам это сказал. Больше повторять я не должен. Но один раз я имею право сказать. Я слышал это много раз. Да. Вот. Если этого нет, никакой наш запал, ничто нам не поможет. Это не запал. Это не запал, это источник. Вы послушайте, вот вы говорили, человек покаялся. Ну покаялся, теперь церковь-то веди. А это не запал, это источник во мне. Это бессмысленно. Владимир, если, допустим, он обратился, вы в обиду не принимайте. Я не принимаю в обиду. Я свободно говорю про это. Вот обратился, вы говорите, там наркоман где-то. Ну теперь-то его зачем везти куда-то, к мормонам-то, к ереси? Почему его в церковь-то не привезти? Где есть законно рукоположенный епископат идет. И что? И что с ним будет? Вы же сами понимаете. Я знаю, что будет. Это будет то, что душа будет в церкви. Христос придет за церковью, не за сектами, не за ересью. Вы понимаете, сколько ересей? Я беседую. Ему нужно Слово Божье. Если я его приведу к этому священнику, где он будет завтра? Нет, вы субботники, они субботу держат. Вы воскресенье празднуете? Да, да. Почему не субботу? Субботники вас в глаза даже не хотят видеть. А для меня это не имеет значения. Не обрезание, не обрезание. Кто почему достиг, тот и по тому правилу живет. Я говорю еще раз, иметь источник. Не потерять источник. Не стать мертвым внутри. Вот это самое главное. А суббота вечное восстановление? Суббота, конечно, это Господь отдыхал. А почему воскресенье празднуют? Потому что Господь умер. Господь воскрес в воскресенье. И мы христиане. Видите, вот если бы вы... У нас с вами очень много общего. Нет, я хочу сказать, что суббота это покой. Так покой, что Господь принял, когда воскрес из мертвых. Вы правильно ответили. Но он пятницу, субботу, он был в преисподних местах и там проповедовал. Та работа его была. Вы ответили, это правильно. И поэтому суббота она указывала на воскресенье. Она была тенью будущих благ. Все ветхозаветное обрезание указывало на крещение. Ковчег указывал на что? На что он указывал, ковчег? Ковчег указывал, ковчег завета, он указывал на наш завет во кресте. Слушайте, а в нем лежали скрижали. Скрижали на что показывали? Прообраз чего скрижали были? Слово. Вначале было Слово, Слово было Бога. А Слово это где лежало? Во щреве Деве Марии. Ковчег, это Богородица. Вот, и когда они заглянули в ковчег, жители Берсамиса, Бог убил 50 тысяч, 70 человек. Это сегодня, даже Сталинградская битва в один день столько не убивали. За что? Они не хулили, не плевали, а только заглянули. Вы вдумайтесь однажды. Это пятая глава первой книги Царств. За что? За то, что то, что не дается человеческим разумом, ты никогда не касайся. Как она Девой осталась? Написано, Дева родит в очребе. Это написано. Не надо касаться. Вот ковчег наклонился, когда повез. И там, вы знаете, о, завез, и он решил поддержать, он наклонился. И Бог убил его. За что? Да, потому что... Я объясню. С человеческими усилиями не поправляется Церковь Божия. А секты решили так, Церковь Павла православная, а мы ее выправим, теперь будет другая. Это все прообразы были. Это были образы для нас достигших последних веков. 1 Коринфян, 10 глава, 6 и 11 стихи. Владимир, мы поговорили немного. Вам хватит пока, да? Да, да, мне хватит. Спасибо большое. Пусть Господь благословит. Спасибо вам за вашу работу. Пусть Господь устроит вас, вас в вашу поездку, если вы поедете. Устроит Господь. С Богом. С Богом. До свидания.